а там вывод не такой это пассивная транзакция а вывод другой другие типовые контракты они чуть-чуть вот сейчас следующий слайд наверно вот но это очень быстро как бы вы поняли как устроен лайк наверно верхнем уровне каждая точечка это кто-то вот и что да вот каждая что это будет выглядеть как-то так как на самом деле никто не знаю а исправить ее можно вот тот кто отправил ну неправильно ну старую транзакцию он просто вот ну что-то спутал это будет делать это все будут делать программы они люди соответственно когда что-то делают программу считается что если они что-то делаю с ошибкой вот здесь изначально запрограммировал с ошибкой человек программист кошелька но очень плохо значит сейчас точно так же можно сказать есть возможность что биткоин кошелек отправит на невалидный адрес мы вобьем адрес один а он отправит на совсем другой ну как бы печалька никто тут не поможет то есть ошибки в софте да невозможны но не будет больше ошибок чем у меня даже там в яндекс деньгах или сбербанк я сбербанк по номеру телефона перевожу вот но у меня там какая-нибудь адресная книга если в адресной книге кто-то подхачит там я не знаю не тот телефон там бьет ну как бы ну то есть это уже сразу видно что это специально как бы да но и здесь то же самое здесь у принципиальных каких-то таких моментов что это станет сложнее человеку пользоваться нет это не так не будет человеку сложнее значит вот как раз на вопрос о том как же это все будет происходить нужно понимать что в биткоине не смотрел то что язык типа скриптовый там есть программирование на самом деле это не так потому что никто не пользуется этим скриптовым языком а пользуются типовыми конструкциями которые по сути и являются уже стандартными там потратить по большому публичному ключа и всякие такие вот штуки вот лайтинг метод добавляет два типовых новых контракта вот это это отдельные выходы вот типовые они и сейчас буду рассказывать вот это как раз такие выходы которые можно которые устроены нетривиальным образом обычный выход устроен так допустим один из там два из трех мультисип две подписи из трех взяли публичные ключи сложили все подписи положили отправили на мультисип на проверку все хорошо вот типовой выход или там а тот самый адрес на единичку вот эти вот выходы из биткоина в транзакции они устроены несколько иначе а потом пойдет речь вот но на них как все и будет собственно говоря держаться если говорить вот про блокировку блокировку всегда устроена так взяли что-то положили два из два мультисипа вот коммитмент транзакция всегда будут устроены следующим образом из два из два мультисипа берем и во что-то а во что-то сейчас покажу во что вот примерно типичные коммитмент транзакции которые будут в сети то есть Алиса у Алисы и Боба они будут всегда симметричны с точностью до того кто кого считает ну как бы подозрительным то есть Алиса и коммитмент транзакцию отправляет Алиса то из ее транзакции Боб сразу же получает свои средства Алиса получает их по контракту RSMC вот и по HTLC контракту каждый из них может получить в зависимости от того выполнится ли условие значит RSMC это то что они между собой делят и не могут как HTLC это а контракт который участвует в вводе с почки передачи средств то есть как бы если на блокчейн то и попадают вот эти вот контракты вот это коммитмент транзакция на случай разногласий опять же нормальная коммитмент транзакция выхода будет заключаться в следующем Алисе столько-то, Бобу столько-то и безо всяких условий то есть если они честно всегда между собой договариваются выход из фандинг транзакций будет тривиальным такой же как Ход там Алиса 2.1 биткоин я взял 2 биткоина значит мы сделали фандинг транзакций если из нее сразу выходим то просто возвращают друг к другу и нормальный человеческий выкод по договоренности он не будет в себя включать в такой количестве выкодов он будет всего лишь 2 и без условных значит теперь перейдинг значит как устроен первый контракт это то что это контракт нужный для того чтобы в момент он записан на блокчейне тем кто кинул транзакцию на блокчейн чуть-чуть под заморозить денежки обычно это на сутки делается для того чтобы если эта транзакция отмененная второй человек мог их конфисковать очень-очень просто устроено если прошло 24 часа ну или сколько-то блоков начиная от коммита то можешь забрать деньги себе если этого времени не прошло и у второго человека есть секретик который ему сообщается в момент отмены этой транзакции этот секретик является ключом для получения для конфискации средств то есть вернемся сюда если представить что вот эта вот Алиса закинула вот эту транзакцию на блокчейн и она усталевшая то у Боба есть ключ для конфискации вот этих 0,3 как минимум у него сразу же есть этот ключик вот скорее всего у него будет ключик еще до конфискации вот этого если эти транзакции уже прошли ну вот собственно говоря вот как устроены ну как бы контракт РСНЦ работает очень просто еще раз повторю значит до 24 часов может потратить противоположная сторона если у нее есть секретик после 24 часов могу воспользоваться я это если я кинул коммитную транзакцию если противоположная сторона кинул коммитную транзакцию то средства сразу будут манией у меня а противоположная сторона будет ждать 24 часа вот значит теперь оттуда будет ключ к другую сторону вы будете сравнивать конфисковать мою кинут у меня есть что бы конфисковать ту те старые транзакции по вопросу уже значит следующий контракт это будет хештаймонг контракт вот как он устроен его лучше всего понять как он устроен на картинке это когда Алиса Дэйбу хочет передать значит биткоины вот значит Алиса передает Дэйбу биткоина вот 0.1 ну биткомиссии не учтены не принципиально значит она загадывает некий ключик R значит и по цепочке а его хешируют ключик R это секрет для разблокировки ключик R Алиса загадала хешет передала по всей цепочке и каждый из каналов создал по паре HTVC контрактов которых сейчас я о них расскажу значит ключик этот контракт будет устроен следующим вот образом если знаешь ключик R если знаешь ключик R можешь забрать деньги себе если не знаешь то тогда не можешь забрать а через 3 дня все откатится назад количество дней в зависимости от числа участников в цепочке как работает значит я назвал этот контракт декларации о намерении передачи средств то есть мы когда коммит на транзакцию делаем мы в ней как бы декларируем о том что хотим передать средства но не факт что передадим если по этой картинке смотреть здесь Алиса запустировала вот эту всю цепочку организована вот в конце концов когда вся цепочка отстроена она Дейву передает R в секрете Дейв затребует у Кэрол денег требует уже по факту считается что цепочка уже отстроена Кэрол требует деньги у Боба бог у Алисы они их уже и требуют вот то есть R это ключ к требованию значит да собственно говоря этот самый единственный момент который ну наверное контракт более-менее понятен как работает вот отдельно разбирается в пути уничтожения контракта HTLC значит видите тут уже 4 участника да каждый из них может вылететь из сети вот может начать мошенничать ни с того ни с сего соответственно во всех случаях должен быть некий способ навести порядок вот в случае штатном когда все работает прекрасно этот CLC контракт никогда не попадет на блокчейн вот если он попал на блокчейн это значит что кто-то из усомнился допустим Кэрол знает ключ R а Боб не доступен вот он типичный случай в этом случае Кэрол вот этот вот канал уничтожает кладет на блокчейн р HTLC контракт и когда он законфирмится предъявляя ключ R требует деньги себе понятно если этот контракт отменен уже тем что коммитмент транзакция другая то Боб это может сделать как бы тем что он уже будет знать этот самый приватный ключ от CLC контракта Алисис ой HTC контракта Хэрол вот ключевой момент здесь то что когда HTC контракт конструируется он еще на уникальный приватный и публичный ключ волокируется вот и как бы знание его позволяет опять же конфисковать средства вот значит оба контракта записываются очень очень просто на скриптах биткоиновых все весь необходимый функционал на блокчейне биткоина уже присутствует как бы был сделан уже больше года назад я как раз помню в том году в октябре мне задали вопрос а можно ли на блокчейне делать условия временные то есть там есть определенное время если до этого времени одно один вариант траты возможен после этого другой вот как раз год назад в блокчейне биткоина появились возможности различным гибким способом конструировать транзакции значит какие это способы стоит отметить значит это ожидание определенного требования определенного количества конфирмов после того транзакции за конфирмом например в течение суток нельзя никак тратить или что такое потом опять же значит количество по количеству конфирмов делать разветвление тем или иным способом в общем можете взять в white paper или lightning приведены все варианты как контракт на языке программируемого блокчейна биткоина они вот такие коротенькие совершенно можно все посмотреть плюс к этому есть все контракты по отзыву конфискации средств значит собственно говоря все мне они сказали не надо много есть всего лишь час я думаю сейчас лучше я отвечу на вопросы я понимаю что в одну сторону идут хэши а в обратную при комитии то есть это передается по такому другому а как происходит что это происходит я понял вопрос алиса хочет передать дейву финансы какие то каким то способом находится путь по которому возможно вообще передача в принципе теоретически сейчас наверное даже можно это сделать будет без прямого контакта алисы и дейву то есть она по сети просто сообщает что вот дейву с такими-то координатами я хочу передать деньги значит и после этого ну и передает хэш от этого эра он переходит до дейву после этого дейв маячит алисе и говорит а хэш то собственно такой вот и после этого она сообщает дейву напрямую уже на самом деле потом устанавливают на прямой контакт но на прямой контакт мы в магазине то есть либо онлайн то есть мы делаем вне лайтнинга то есть в лайтнинге мы передали что мы деньги с хэшом х вот на р мы держим секрете потому что если распространится и кто-то узнает до того как вся цепочка будет построена тогда там фискует себе отнимает у алисы а дейв узнает р и дальше он по цепочке начинает требовать требовать ну точнее дейв требует у кэролы у кэролы отняли эти деньги ну там оставили ей фит какую-то комиссию а она затребует а и вот она вся цепочка не не а если они знают друг есть момент они знают друг друга например я хочу передать деньги но помимо того что мы знаем друг друга нам нужно еще найти некий путь по цепи лайнинга ну допустим так я знаю от саши есть путь я не знаю до кого-то еще и там цепочка из четырех человек и наконец-таки мы находим вот в принципе в сети лайнинг ты мне говоришь кошелек такой ты магазин ты говоришь кошелек такой я говорю саша ищи такой кошелек он дальше кидает ищи такой кошелек это все как бы на таком примитивном уровне находится как бы почему бы вам сразу не найти мой кошелек если нам сразу устанавливать отдельный канал ради покупки на сколько я буду устанавливать канал то есть лайкинг начинается с того что я нашел своего провайдера это мой банк или там я не знаю кто-то еще но это одна а у меня только один канал на внешний мир я не хочу заводить много потому что это услуга платная я хочу пользоваться комиссией но и да и нет можно всегда делать любой канал всегда можно расширить но я докидываю денег то есть фантин транзакшн я еще докидываю но получать это мне не важно то есть дело то что мне не важно через кого передавать деньги но вообще лайтинг наверно все таки по частям можно передать на рипу похоже и на арабский но не обязательно можно то есть вопрос сколько готов заплатировать средств то есть 10 биткоинов положил в канал ну и лежат нормально когда закончились эти 10 биткоинов допустим я только кошельком мобильным к примеру только они у меня закончились у меня канал в ноль но но я не но если на вопрос что это лежит в моем канале сейчас меняется не решены вопросы по поводу того что почему они решены я не один из разработчиков лайтинг и вышел один из решен но он решен на уровне того что можно сделать если не хватает средств построить такую скотчу но собственно увеличив свой канал взяв биткоины которые лежат в обычном кошельке и погасить вместе с тем кошельком взять и сделать новое это самое типичное сложно но если если у тебя нет посетил но ты в принципе можешь кому-то кинуть по обычному он чейн транзакцию а он тебе по лайтингу кинет если он доверяет тебе к примеру то я бы не сказал что это нерешенная проблема потому что это проблема у меня сейчас нет 10 тысяч рублей нет в кармане теоретически я могу съездить домой и взять в банкомат сходить но да моментальность платежей да сейчас говорю что это принципиально вопрос я просто говорю что я просто я заплатил половину за половину просто вопрос все вопросы они сильно теоретизированы при том что у нас информация топологии сети но сейчас совершенно бессмысленно задавать вопросы потому что они все упираются в то какая будет топология вполне возможно почему это мониторить сеть постоянно есть но вообще гарантии действительно нет почему нет есть на самом деле гарантии потому что любой с удовольствием любой человек любой человек смотри за половину конфиската будет с удовольствием 24 часа в сутки пристально наблюдать нашел нужный хэш транзакции тут же его погасил половину забрал себе половину тебе сдать вот тебе все равно достается половина это достаточно это достаточно будет чтобы пристроили полные ноды в которые можно будет просто кидать и нода будет зарабатывать на том что будет заниматься конфискатом тупым это с другой источник достав что по сути да тут открывается ну очень ну очень ну погоди ты заманил ну а следуй я конфискат транзакция она следующая заманил ты очень хорошо сделал я заманил ты очень хорошо сделал я заманил засунул отлично у меня есть транзакция конфискации из ее выходов в этом смысл до того как она попала на блокчейн она вообще существует теоретически вот тут как раз вообще разбор начинается только лишь когда кто-то что-то кидает в блокчейн не то вот а кидали будут в основном либо кто-то пропал просто из сети но как бы не пинкуется ну вот типичный случай наверное потому что там я не знаю что-то произошло с сетью в этом случае ты будешь кидать последнюю транзакцию ну как бы ну сутки придется подождать но как бы час подождав что человек выпал из сети ну сутки потом дожидаешься чтобы воспользоваться деньгами но если посмотреть на уровне обычных банков такое мошенничество месяцами решается если что-то происходит не то вот а здесь как раз таки все хорошо то есть вполне разрешенный такой субъектор атаки так сказать просит неволитную транзакцию в которой впадет блокчейн и не давать никому деньги как ее можно в блокчейн это то что в блокчейне видят все то есть любой может ну как если то есть фактически каждый коммит на транзакции которая уже погашена есть транзакции ее отмены да вот эти транзакции ее отмены просто сдавали нет ну давай мы сразу договоримся что у меня чуть-чуть конфиската идет вот что строгое соглашение то есть по факту такой вот кто следит за блокчейном может себе все забрать нет или есть какое-то но ты же мне должен ее подписать она же твоя а если он не подписал нет погоди ты хочешь чтобы я и за тебя следил нет погоди стоп когда ты